Будут женские вопросы сейчас? Не знаю, насколько женские. Но профессиональные точно, да? Ну давайте тогда представьтесь, пожалуйста. Потому что я думаю, что женская аудитория не сильна в этом. Калинин Сергей, по прозвищу Кратос, выступаю в Топ-Док на голых кулаках. Я так понимаю, что вы мощный боец, и поэтому мне интересно узнать, почему пошли в кулачку. И это же травмоопасный вид спорта. Как решились, и почему вообще появилось такое желание? Да, ну очень много дрался в детстве. Подростковое, так сказать, время тоже вырос в 90-е. Так что для меня это привычно. И голые кулаки это то, где я нахожусь как в воде. Ну и это чистый бой. Чистый бой без всяких... Блин, хотел бы слава сказать, не буду это женской аудитории. Вот, короче, всё ништяк, всё круто. Просто эта кровь, это зрелище, из-за этого и нравится. Хорошо. А психологическая подготовка присутствует? Психологическая? Ну да, конечно, прорабатываются там какие-то медитации. Нет, а что конкретно есть? Какие-то медитации, это прям звучит как-то не очень придумано. Нет, не придумано. По факту, ну нет, ну реально ты настраиваешься, ты настраиваешься психологически. Даже вот сейчас, вообще я читаю книги по психологии, вообще самогипнозом там занимаюсь, философией. Вот буквально сейчас-то днях читаю биографию Тайсона, где его гениальный тренер Кас Дамата, который применял вот этот самый гипноз, психологию Тайсону. Из-за этого так по себе Тайсон был, ну очень такой ранимый человек, пугливый, но именно Кас Дамата, его тренер, этот страх воплотил как бы в ярость. Из-за этого он стал молодым чемпионом. Ну я думаю, надо учиться у лучших, мы также занимаемся психологией. А, вообще у меня второе образование выше, социальный психолог. Всё понятно, спасибо. Спасибо.